Мой сегодняшний доклад будет отчасти базироваться на исследовании в сфере научного кино, которое мы сейчас проводим в кинофотоархиве в Киеве. Я начну, наверное, с названия моего доклада «Советская всемирная паутина». Я должен сказать, что это название весьма обманчиво, потому что советская так называемая всемирная паутина – это даже не столько обещание, сколько проекция просто-напросто. Как известно, ни интернет, ни какая-либо другая полномасштабная компьютерная сеть в Советском Союзе созданы так и не были, хотя попытки предпринимались. Эта неудача, естественно, породила огромное количество псевдонаучных, реваншистских или конспирологических теорий, которые совсем недавно увенчались известным маразматическим высказыванием Владимира Путина о том, что интернет как таковое – это орудие ЦРУ, это проект ЦРУ. В то же время нужно признать, что вообще советский проект как таковой является, наверное, предпосылкой, одной из предпосылок для создания того, что мы сегодня знаем как всемирную паутину. И речь не только о том, что интернет, конечно же, это дитя холодной войны, так как его предшественники были созданы в военных лабораториях именно холодной войны для сохранения дееспособности государства после ядерного удара, как известно. Дело еще и в том, что интернет, как мы его знаем сегодня, это, в общем-то, реализация одного из утопических импульсов, которые стояли у истоков советского проекта. То есть давайте посмотрим, например, на формулу ленинскую – коммунизм, это советская власть плюс электрификация всей страны. То есть что такое советский коммунизм, если не попытка покрыть весь земной шар горизонтальной сетью советов, которые сообщаются между собой при помощи современных технологий. Интересно еще, что год, в котором началось глобальное распространение интернета в его современной форме, он, в принципе, совпадает в западной историографии, по крайней мере, с годом конца коммунистического проекта. А, как известно, вот странным образом в западной историографии этим годом считается 89-й. Это год, в принципе, когда интернет вышел в широкий мир. И даже, как ни странно, в левой критической литературе можно встретить такое утверждение, что Советский Союз распался в 89-м году. То есть очень странная, но очень симптоматичная ошибка. То есть не 91-й год считается конца коммунизма, а в 89-й. Вплоть до таких как бы ошибочных утверждений про то, что Советский Союз распался именно тогда, хотя между 89-м и 91-м, как известно, могло произойти очень многое, и все могло случиться совсем иначе. Но, возвращаясь к теме, можно сказать, что вообще всемирная паутина является чем-то вроде диалектического снятия, этого бинарного противостояния времен Холодной войны. Когда, с одной стороны, история якобы закончилась, и наступила вот эта вот постполитическая титурная бесконечность, в которой мы живем. Но, с другой стороны, именно сеть интернет стала прибежищем для разработки и для реализации радикально демократических и эгалитарных идей. То есть, именно вот эта вот смесь обещаний потенциального равенства, с одной стороны, и усиление возможностей для авторитарных практик, которые создает сеть интернет, бы и делает эту вот сеть, в принципе, ключевым явлением современности. Ну и последнее вступительное замечание о том, почему, мне кажется, критическая теория, нет выхода другого, кроме как заниматься, интересоваться интернетом. Дело в том, что в современном мире уже сложилась такая ситуация, что это как бы необходимая часть понимания и осознания наших собственных средств производства, с которыми мы имеем дело, в принципе, в любой нашей работе. Этот подход, осознание собственных средств производства – это, в принципе, ключевой подход для любой левой критической мысли. Прежде чем я перейду к первому фрагменту фильма, который я хочу показать, я буквально пару слов об источниках, которые я использую. Дело в том, что буквально в данный момент происходит очень серьезный рост интереса в Западной академии, к компьютерной науке Советского Союза, к компьютерным разработкам и к тем проектам нереализованного советского интернета, который, так называемого, который создавался, в частности, буквально вот в этом месяце, в апреле этого года в продажу поступила книга Бена Петерса «Как не соединить нацию», почему провалился советский интернет. К сожалению, эта книга не успела до меня дойти, она вот буквально неделю назад появилась, и поэтому я опираюсь в основном на ранее опубликованные исследования Славы Кировича. Это книга «From news to cyber speak», это как бы одна из глубоких исторических исследований советской кибернетики, и на его же статью «Интернет», почему в Советском Союзе не была создана вообще национальная компьютерная сеть. И кроме этого, то, что, можно сказать, есть, возможно, как бы нового или оригинального в том, что я буду делать, это материалы, которые были собраны мной в киноархиве в Киеве. И в первую очередь они касаются главного героя сегодняшнего выступления моего, главного героя, в принципе, советской компьютерной науки, это Виктор Михайлович Белушков, основатель и директор Киевского института кибернетики, и, в принципе, пионер советской компьютерной науки. Управление — это система работы с людьми, и люди, человеческий фактор, являются, как и всюду, в таких системах решающими. Машина — это огромный усилитель, и она усиливает те возможности и ту информацию, которую у нее закладывают. Если в машину заложить правдивую информацию о возможностях на каждом рабочем месте, на каждом производственном участке, то машина скомбинирует их и получит усиленные возможности предприятия, отрасли, республики, всей страны в целом. То есть, основываясь на правдивой информации, можно получать действительно усиление человеческого интеллекта с помощью машины. То, чего без машины сделать было бы нельзя. Но если заложить в машину заведомую ложь, то она эту ложь усилит и выдаст такую же ложь, которая уже разобраться уже окончательно будет невозможно. Я начну с того, что, в принципе, в позднюю советскую эпоху, в 70-80-е годы считалось, что в науке и вообще в советском обществе существуют как бы три основные эры, как бы три основные магистральные направления развития науки. это космическая эра, атомная эра и эра кибернетическая. Естественно, что первые из этих двух составляющих, как мы знаем, изучены и поняты гораздо глубже и серьезнее, чем забытая часть истории советской кибернетики. Я начну с определения кибернетики согласно Виктору Глушкову, как он его формулировал, то есть кибернетика для Глушкова это просто-напросто наука о законах преобразования информации. И ее цель это не что иное, как автоматизация различных видов человеческой деятельности, а также создание искусственного интеллекта. Но для того, чтобы подойти к разработкам и к личности Виктора Глушкова, нужно сделать небольшой экскурс в историю советской экономики, политэкономии. Как известно, до середины 50-х годов в советской экономике максимально прочно доминировали представители политэкономической науки, а математические, собственно, методы находились на периферии этой дисциплины. И эта ситуация изменилась с приходом оттепель и приближением экономических реформ, которые стали чем-то вроде шанса для создания советской экономической кибернетики. Она развивала идею кибернетического управления экономическими процессами, но используя при этом западные научные разработки того времени. Кибернетика здесь понималась как возможность автоматизации контроля за производством, с одной стороны, и с другой стороны, для управления экономикой всей страны. В 1962 году Академия наук Советского Союза отправляет в США и Великобританию большую группу экспертов для изучения методов автоматизации производства. И по возвращении они пишут секретный отчет, в котором превозносят возможности кибернетики или, как это называлось, в этом отчете науки об управлении просто-напросто. И во время плену МАЦК партии в 1962 году в ноябре Хрущев призывает обратиться к вот этим вот западным рациональным, в кавычках, техникам управления, аргументируя это тем, что в условиях плановой экономики эти техники будут внедрять куда легче, чем при капитализме. В том же месяце происходит встреча Алексея Косыгина с двумя ведущими советскими математиками Мстиславом Келдышем и Виктором Глушковым, собственно. И они обсуждают кибернетические методы управления экономикой. Интересно, что за месяц до этого, в октябре 1962 года, Глушков, уже будучи директором Киевского института кибернетики, публикует в газете «Правда» статью, в которой он делает очень интересный прогноз о том, что если не совершить радикальную реорганизацию планирования экономики, то уже к 1980 году все взрослое население Советского Союза будет вынуждено заниматься планированием, то есть менеджментом и организацией процесса производства, а не самим производством, или тем более не каким-то там творчеством, саморазвитием, всесторонним развитием личности и так далее. И вот чтобы этого избежать, Глушков предлагает создать единую государственную автоматическую систему по переработке плановой экономической информации и управлению экономикой на основе сети вычислительных центров. Предполагаемая сеть Глушкова должна была состоять из 6000 низовых центров сбора и обработки информации, 50 опорных центров в крупных городах и одного головного вычислительного центра в Москве, который управлял бы всей сетью на основе поставляемой информации для правительства Советского Союза. То есть эта сеть должна была обеспечить полную автоматизацию процессов сбора, передачи, обработки данных. И авторы проекта, что очень важно в контексте услышанной нами цитаты, предложили вводить экономические данные в эту систему лишь один раз, хранить их в центральных банках данных и обеспечивать удаленный доступ из любой точки этой системы к любой информации. Это было задумано именно для того, чтобы с помощью компьютеров абсолютно устранить повсеместную практику подтасовки данных, передаваемых наверх. Потому что, как мы услышали в высказывании Клышкова, естественно, осознавалась на самом раннем этапе угроза фальсификации данных, которая при использовании компьютерных технологий привела бы эту систему вообще в полную дисфункциональность. Что, забегая вперед, скажем, и было сделано. Вот, цитируя Клышкова, только такая организация системы информации способна обеспечить все органы планирования и управления точной и полной информацией как бы из первых рук, минуя всякие промежуточные этапы и устраняет возможность утечки и искажения информации. Вот, что интересно, Клышков не просто предложил создать систему, которая контролировала бы весь труд в Советском Союзе, все производство и всерожничную торговлю. Он, в принципе, стремился к упразднению товарно-денежных отношений как таковых, что позволило бы совершить скачок в коммунистическое общество. То есть, возможно, он, конечно, рассчитывал на поддержку Хрущева вследствие его известного заявления о том, что в 1980 году в Советском Союзе будет построен коммунизм, но Мстислав Келдыш посоветовал Клышкову эту идею изъять об упразднении денег из окончательного проекта, и тогда Клышков, в принципе, согласился, но подал это свое предложение в качестве отдельного проекта, который был проигнорирован. То есть, ответ на это предложение об упразднении товарно-денежных отношений с помощью компьютерных систем таки не был Глышковым получен. Но, в конце концов, после прохождения многочисленных комиссий из проекта Глышкова была вообще изъята экономическая составляющая, и осталась как бы только вот эта общегосударственная сеть компьютерных центров, чьи функции были существенно сокращены. Вот. Я хочу продемонстрировать еще один фрагмент из фильма Виктор Глышков кибернетик для того, чтобы, собственно, показать, каким образом как бы это, с одной стороны, утопическое, с другой стороны, вполне научно обоснованная и реальная идея о скачке в коммунизм путем упразднения товарно-денежных отношений была редуцирована и сокращена, в принципе, до пределов довольно обыденной, как на сегодня, реальности. Ну, допустим, что в сфере производства все в порядке. Но как быть с другой сферой, сферой потребления? Как сделать так, чтобы рубль, заработанный честно на производстве, значил больше, чем 10 рублей или 100 даже рублей, заработанных путем различного рода махинаций, спекуляций, там, скажем, мошенничества в непроизводственной сфере, в сфере обслуживания и, значит, в сфере потребления. Еще в 63-м году мне пришла в голову мысль о том, каким образом можно помочь делу чисто экономическими мерами, как сделать так, чтобы действительно были разные рубли. Для того, чтобы это можно было сделать, необходимо ввести систему безналичных расчетов для населения, ту, которая действует в настоящее время для организаций предприятий. Здесь тоже может выручить кибернетики, потому что безналичный расчет для населения, безусловно, увеличит количество работы для сберкасс и банков, и без кибернетики здесь справиться будет невозможно. Но, как говорится, овчинка стоит выделки. Если у каждого гражданина, работающего на предприятии или получающего пенсию, законные социалистические деньги будет счет, на который переводятся эти деньги, то можно осуществить продажу дефицитных товаров по безналичному расчету. То есть, скажем, автомобили, ковры, хрусталь и так далее, вплоть до того, что билеты на какие-то премьеры, или, скажем, заказ столов в модных ресторанах и так далее, тоже можно делать по безналичному расчету. Тогда у различного рода спекулянтов, которые не получают деньги по перечислению от организации, получают их непосредственно у населения, отпадет возможность использовать эти деньги для накопления. Этим самым можно было бы в корне сразу подорвать стремление к незаконным доходам. Ну, а, соответственно, с этим увеличить приток рабочей силы непосредственно на производство и стремление заработать эти деньги честным путем. Фильм сделан в начале 80-х, да, и мы видим каким образом вот этот импульс об упразднении денег, в принципе, он, как бы, уже выродился к тому времени просто в какие-то попытки упразднить хотя бы спекуляцию, хотя бы нетрудовые доходы населения и так далее, что, как бы, тоже не удалось реализовать, как известно. Но, возвращаясь в 60-е, идеи Глушкова в то время встретились с яростным сопротивлением либеральных экономистов, которые утверждали, что кибернетика может просто зацементировать устаревшие методы централизованного экономического управления. Интересно, кстати, что одним из главных оппонентов Глушкова был в то время никто иной, как Гавриил Попов, который в будущем стал перестроечным мэром Москвы. Он в своей книге тогда сравнивал создание компьютерных центров с постройкой египетских пирамид, которые превратили плодородную якобы страну Египет в пустыню, притянули из него все ресурсы. Но, кстати, сам Глушков признавал, что создание его сети компьютерных центров стоило бы государству больше, чем вся советская космическая программа и атомная индустрия вместе взятые. И при этом у Глушкова, что интересно, в отличие от Курчатова и Королева, не было своего личного куратора среди членов политбюро, что существенно осложняло его работу, которая, как он сам признавал, являлась не только научной, технической, но и политической. Важно вспомнить, что именно проект Глушкова был основной альтернативой в 65-м году во время проведения косыгинской реформы, основной альтернативой либеральному плану так называемого Либермана, который был в результате введен в жизнь. И существует такая легенда, что Либерману, либеральному экономисту удалось убедить Косыгина склониться именно к его версии либеральных реформ в противовес идее Глушкова с помощью этого аргумента, что якобы его реформа не будет стоить ничего, точнее, она будет стоить ровно столько, сколько стоит бумага, на которой она напечатана. Интересно, в принципе, что звучит какое-то концептуальное произведение искусства практически, если учесть, что это происходило синхронно с поисками Йозефа Кошута, какой-то просто концептуализм советской экономики господствовал. Но, несмотря на то, что либеральные экономисты в принципе одержали победу над кибернетиками, опасения этих экономистов в части оправдались, так как в частности, по мнению Славы Геровича, с приходом к власти Леонида Брежнева, кибернетика в Советском Союзе постепенно превращается из орудия реформ в один из толпов сохранения статуса КВО. Это происходит вследствие того, что вместо единой системы, которая бы соединила все отрасли производства из каждого региона, были созданы системы управления информацией внутри каждой отрасли. То есть, началась стихийная разработка автоматизированных систем управления на отдельных предприятиях и в министерствах. То есть, между 1966 и 1970 годом без всякой координации между собой были созданы более 400 независимых АЭСУ, которые вообще не были связаны никакими сетями передачи данных. Новый импульс к созданию именно общенациональной компьютерной сети был вновь получен вследствие информации о западных разработках и конкретно о создании сети ARPANET, которая является предшественницей интернета. То есть, Глушков немедленно понял, что американцы уже в 1966 году сделали примерно то же самое, что он предлагал сделать в 1964, но, в отличие от советской науки, американцы к 1969 году уже запускали свой проект ARPANET, который объединял компьютеры в разных городах Америки, использовавшись этой информацией, предложил партийной верхушке вернуться к своему проекту, и на повестку дня вернулась ОГАЗ, Общее государственное автоматизированное системоуправление. Решение о ее внедрении полномасштабным было принято на 24-м съезде КПСС, но, опять же, в результате это внедрение происходило в крайне ограниченной и обрезанной форме, то есть, было решено отказаться от разработки математических моделей для советской экономики, и осталась наименее амбициозная часть плана, это создание сети компьютерных центров. Ну и без этого своего радикального компонента, ОГАЗ, по мнению, опять же, Славы Геровича, получил совершенно новую политическую функцию, непредвиденную, это функция сохранения отношений власти и административных иерархий, да, то есть, когда был представлен проект ОГАЗ, советским лидерам стало понятно, что в отличие от космической программы, в отличие от атомной индустрии, проект Глушкова может иметь непосредственные, неожиданные политические последствия, а именно разрушение установленной иерархии власти. Несмотря на то, что Глушков обещал, что ОГАЗ не будет нарушать существующую вертикаль власти, в которой отдельные министерства управляли своими секторами экономики и накапливали информацию в своих вычислительных центрах. В результате ОГАЗ предлагалось спроектировать так, чтобы удовлетворить совершенно всех, она должна была строиться по территориальному принципу, но при этом включать в себя автономные ведомственные АСУ. В результате этими разработками воспользовались военные, как всегда, и секретные службы, которые в Советском Союзе развернули процесс сбора и обработки информации при помощи компьютерной технологии. то есть, если между 1963 и 1968 годом соответствующий департамент Фест-Ноюзного института научно-технической информации собрал досье на 70 тысяч иностранных ученых и 5000 компаний, то после внедрения компьютерной технологии планировалось досье расширить до 500 тысяч ведущих иностранных ученых и других лиц, представляющих интерес. Помимо этого, при помощи компьютерных технологий собиралась информация о партийных кадрах, беспартийных гражданах, о динамике моральных, культурных и политических ценностей среди населения, а также о зарубежных социальных движениях и политических организациях. Анализировалась даже эффективность метода пропаганды или контрпропаганды в масс-медиа. Но при этом за десять лет с 1976 года по 1985 с очень большим трудом удалось возвести всего 21 вычислительный центр коллективного пользования, который обслуживали всего 2000 предприятий. Попытки объединить несколько центров в сеть так и остались на уровне эксперимента, удаленный доступ пользователей центров также организовать не удалось. Ну и большинство из этих центров и этих короток сетей прекратили свое существование с распадом Советского Союза, и как бы новые сети на основе интернета уже создавались не государством, а коммерческими структурами. Тут уже начинается совсем другая история. Вот. Но я постараюсь использовать оставшееся у меня время для того, чтобы кратко обрисовать другие обещания, другие планы и проекции глушковского проекта кибернетики, а что очень важно, мне кажется, для нашего контекста, это то, что для Глушкова одной из ключевых задач кибернетики, а возможно ключевой задачей кибернетики, было именно освобождение человека для творчества. он это именно так формулирует во многих своих интервью, то есть он утверждал о том, что машина должна освободить человека от ручного труда, от так называемой текучки, формулируя это так, что черновую работу мозга возьмет на себя ЭВМ, он работал над созданием автоматизированных творческих процессов, где главную роль играют чувства, по его словам, то есть речь шла о том, чтобы приблизить характеристики органов чувств, присущих роботам, человеческим органам чувств. И как это должно было проходить на практике, то есть сам процесс творчества должны были исполнять машины, то есть такие вещи, как проектирование, черчение, рисование и так далее, что оставалось человеку, у человека оставалась оценка того, что создано машиной, то есть у человека оставалась, по его словам, просто функция выбрать то, что кажется красивым. это роль человека, все остальное делает машина, и в принципе Глушков утверждал, что автоматизация творчества это даже не вопрос дискуссии, это вопрос уже практики, это предмет обыденной работы его проектантов, его института кибернетики, он выделял две линии основные в работе института кибернетики, первое это автоматизация высокоинтеллектуальных процессов, и второе это создание все более и более интеллектуальных роботов, для исполнения физического труда вместо человека. Еще одна линия, которая кажется очень важной, для того, чтобы завершить историю о биокибернетике, то есть господствовало представление, по крайней мере в круге Глушкова о том, что природа как таковая тоже представляет собой кибернетическую систему, в институте кибернетики в Киеве действовали лаборатории кибернетики живой природы, лаборатории биологической кибернетики, они занимались такими вещами, моделирование обыденного поведения человека, робото-психология, такая дисциплина, и так далее. И естественно, в то время все больше и больше внимания уделялось взаимодействию кибернетики и медицины, то есть была разработана такая технология, как магнитная запись биотоков. Глушков утверждал, что, я цитирую, такие науки, как биология или комплекс социальных наук, до этого времени оставались на уровне описания, но появление кибернетики позволяет превратить эти науки в точные. Сегодня это уже делается, говорил Глушков. Вот. Я продолжу цитату. Кибернетика позволяет производить моделирование и расчеты не только тех объектов, которые описываются числами и уравнениями, но и тех, которые имеют качественное описание, например, биологических систем или человеческого организма как целого. У нас все истории болезней, речь идет в институте кибернетики, все истории болезней наших сотрудников находятся в памяти ЭВМ, и поэтому врач никогда не сможет ошибиться в том, кто чем когда болел, на что жаловался. Я покажу в завершение еще один... может быть, самое благородное из начинаний Виктора Михайловича Глушкова это вызов брошенный им смерти. На протяжении всей истории цивилизации человека волновала проблема бессмертия личности, поскольку с уходом особенно гениальных людей той или иной области человечество утрачивает очень много, утрачивает их творческую индивидуальность, неповторимость. Конечно, остается то, что они написали, что создали, но то, что они могли бы еще создать, все это уже безвозвратно практически теряется. И вот кибернетика впервые в истории человека позволила заглянуть немножко в будущее. То есть уже сегодня на современном этапе развития кибернетики можно ставить вопрос о следующей ступени увековечения личности человеческого бессмертия. Когда человек, творец, может оставлять потомству не только готовые результаты своего труда, но и свой творческий метод. Уже сейчас идут успешные эксперименты по записи биотоков моза. И не исключено, что придет такое время, когда будет возможен переход человеческого интеллекта и чувств, эмоций полностью в память электронной выслитной машины. Именно на этом пути только и может быть достигнуто реальное бессмертие, поскольку вряд ли удастся продлить жизнь человека дальше двух, может быть, трех сотен лет. А поскольку компоненты, из которых строятся, и тем более, будут строиться в будущем электронные вычислительные машины, являются несравненно более долговечными, чем человеческий организм, то открываются почти неограниченные возможности по одлению жизни, то есть практически бессмертия. Прекращение существования человека в этом новом кибернетическом облике может произойти либо в силу несчастного случая, который никогда не исключается, либо в силу собственного человеческого желания. Ну, примерно так, как это, скажем, сказано у одного из моих любимых поэтов Гёте в его знаменитом Фаусте. Когда воскликну я мгновенья, прекрасно ты, продлись, постой, тогда готов мне цепь плененья, земля, разверзлись предо мной, твою неволю разрешая, пусть смерть и зов услышу я, и станет стрелка часовая, и время минет для меня. Виктор Михайлович, а вы сами хотели бы обрести бессмертие с помощью компьютера? Да, конечно, да. Финал этой истории очень печальный, потому что, несмотря на то, что ФВМ контролировала историю болезни всех сотрудников института кибернетики, на 56-ом году жизни у Виктора Глушкова была обнаружена загадочная болезнь в самом разгаре его творческих планов. Врачи терялись в догадках, не могли поставить диагноз, считали, что, возможно, это преддевременный склероз мозга, но было непонятно, что происходит, в чем причина его недомогания. в конце концов, было установлено при помощи западных специалистов, что у Глушкова очень редкая болезнь опухоль продолговатого мозга, и к тому времени, пока это было диагностировано, болезнь зашла слишком далеко, и спасти его было невозможно. Проект бессмертия оказался нереализованным. То есть, Глушков умер в начале 1982 года, 10 ноября того же года умирает Андропов, потом умирает Черненко. Начинается вся эта двереница смертей, и, как бы, стагнации советского режима. В 1986 году происходит Чернобыльская катастрофа, да, и постепенно вот вся вот эта ложная информация, которая фальсифицированная и неточная, которая закладывалась в советской компьютерной сети, начинает возвращать свои плоды, да, и, в принципе, мы все приблизительно знаем, чем это закончилось. На этой пессимистической ноте я закончу. вот как я все кто не не смерт